Дорогие друзья! Ирина, друзья, возглавляет Институт Глаукомы в Нью-Йорке. Адрес Института 445 Kings Highway, телефон 718-645-2201, 718-645-2201 и адрес в интернете www.nyglaukoma.com. Сегодня наша встреча будет построена так, как обычно. Сначала я задам несколько вопросов на темы того, что происходило в ближайшее время. Может быть, какие-то новости, рекомендации, пожелания, предложения, поздравления. Ну, а потом мы будем принимать ваши вопросы. Вопросы из зала, так называемые, где вы сможете задать прямой вопрос доктору. Главное, чтобы он был более-менее общего характера, поскольку известно, по радио в эфире поставить диагноз совершенно невозможно. Ну, на всякий случай, я пока дам вам номер телефона нашей студии 718-303-9090. Мы сегодня говорим о том, какую важную роль в жизни человека играют глаза, ну или просто глаза зрения, потому что глаза могут быть, а зрение может быть такое плохое, что ничего не видно. И первое, и какие болезни могут привести к потере зрения. И третье, каким образом можно избежать этого хотя бы профилактически. Вот общая тема нашей сегодняшней встречи. Телефоны открыты будут буквально через минут 5-6-7. А пока мой первый вопрос. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И первый вопрос, разумеется, связан с органами чувств. Человеку, боженька, ну так, кто-то верит в это, кто-то нет, подарил некоторое количество органов чувств. Зрение – это один из важных, может быть, из главных органов чувств, поскольку очень сложно человеку обойтись, особенно имеющему зрение, обойтись без зрения или почувствовать его потерю. Что вот вы думаете по поводу органов чувств и зрения как такового? Помните, как-то уже, ну, несколько месяцев тому назад мы обсуждали одно событие, когда я была приглашена на такой бал, фэшн-бал. Да, 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 да. По борьбе с пониженным зрением. И это как раз тогда нам пришлось ужинать в темноте без света. То есть была не просто темнота, это была, как говорится, кромешная тьма, да, когда не было видно ничего вообще. И, конечно, в такой момент начинаешь понимать и больше ценить то, что имеешь. Это великий дар наше зрение. И, безусловно, потери очень драматичные события в жизни любого человека. И, конечно, надо делать, по крайней мере, все, что зависит от нас, чтобы этого не случалось. Мне бы хотелось немножечко так удалиться от общей темы и усугубиться, потому что я все время напоминаю, предлагаю людям оставлять вопросы у нас на веб-сайте. И хочу тех немногих смельчаков, которые это делают, все-таки немножко выделять и поощрять. И вот нам буквально сегодня пришел вопрос от Елены, которая интересуется таким заболеванием, как герпетический кератит. Это, видимо, с ней произошло. И это заболевание имеет прямое отношение к таким язвочкам, которые часто бывают на губах у людей возникают. Мы их называем в простонародье простудой. Откуда эти язвочки берутся? Это вирус герпеса, который попадает в наш организм однажды. В детстве, в юношестве, неважно, когда оно однажды попало в организм, он уже никуда из организма не уходит. Он живет в нервных тканях, в нервных окончаниях. И при любой, скажем, стрессовой ситуации он может активизироваться и себя проявлять. Вот если он себя проявляет в районе губы, значит, мы получаем болячку в районе губы. К сожалению, это не единственное место, где он может себя проявлять. И существуют разные виды этого герпеса. Есть герпес симплекс, есть герпес зостер. Герпес зостер – это тот же самый вирус, который вызывает в детстве ветрянку. И все люди, переболевшие ветрянкой, носят его потом у себя в организме постоянно. И он может проявляться в взрослом возрасте таким заболеванием, как опоясывающий лишай. Когда болячки появляются по месту нервных окончаний, бывает на спине, бывает на голове, на груди, в любой части тела. И они уважают, грубо говоря, среднюю линию. То есть нервное окончание у нас обслуживает обычно половину тела. И вот эта та половина тела, которая обслуживает нервы, пораженные этим вирусом, она будет страдать. И он обычно, этот вирус, не пересекает эту границу половины тела. Так остается только с одной стороны. Он может проявляться в глазах тоже, к сожалению. И бывает херпес симплекс, который мы называем, да, вот эта болячка, которая возникает на губах. И этот вирус тоже может проявляться в глазах. И, конечно же, это заболевание непростое, и лечить его бывает сложно. Елена написала препараты, которыми ее лечат. В принципе, это правильный выбор. Это последние препараты, которые существуют вообще в природе по борьбе с вирусом. Слава Богу, что они появились. Но вопрос был у нее таков. Можно ли когда-либо от этого избавиться? К сожалению, Лены нет. И, к сожалению, это действительно может возвращаться и проявляться даже после того, как вы пролечились. И все прошло. Так же, как на губах эта болячка может возникать, так же и в глазах это заболевание может возвращаться. И да, действительно, это серьезное заболевание. Но может, если не лечить, ввести к образованию рубцов и помутнений на роговице. А роговица – это прозрачная часть глаза. Если она мутнеет, разумеется, сквозь мутные очки нам видно плохо, сквозь мутное стекло нам видно плохо. Даже роговица, если она мутная, то сквозь нее будет видно плохо. Следовательно, лечить это надо очень внимательно и очень серьезно. Плюс может возникать еще внутриглазное воспаление, провоцируемое тем же самым вирусом. Это тоже очень серьезное заболевание. То есть, к сожалению, Лена, мне вас порадовать нечем. Но, по крайней мере, хорошая новость заключается в том, что вы, видимо, находитесь у хорошего доктора под наблюдением. И вас лечат так же, наверное, как и я лечила бы. Я считаю, лечат вас правильно. Я напомню номер телефона. Сама себя похвалила. Так же, как бы я лечила правильно. Друзья, напомню вам номер телефона офиса. 718-645-2201. Это институт Глаукомы. Ирина Панкова возглавляет институт. Там также работают специалисты, которые работают, занимаются сетчаткой. И есть человек, который занимается остротой зрения, подбирает очки и корректирует зрение для чтения и для видения. Итак, еще раз. 718-645-2201. Вы всегда можете позвонить по этому телефону, записаться на прием, записаться на встречу, записаться, получить второе мнение, second opinion. Не всегда, так сказать, приходится сомневаться в профессионализме доктора. Но бывают такие ситуации, при которых ответы решения принимает сам пациент. В этом случае хорошо, если это решение, допустим, операции или лейсики, или, может быть, какие-то манипуляции глаукома, или, может быть, катаракта. Хорошо, когда мнения врачей совпадают, и ваше открытое сердце и добрая воля для конкретной процедуры будут помогать лечебному процессу. Однозначно. Вот, Миша, прямо еще раз перебью немножко вас, потому что должна выполнить все обещания. Я еще обещала одной пациентке, которая была у меня в офисе вчера, что я буду про нее говорить по радио тоже. Должна выполнить свои обещания. А почему я еще хочу его выполнить? Это еще один наглядный пример к тому, насколько, уже возвращаясь к нашему заболеванию глаукоми, насколько эта болезнь коварна. Эта пациентка попала ко мне в офис вчера, после того, как она была на приеме у оптометриса. То есть она приехала подобрать очки. И когда ей померили давление в оптике, доктор, давление у нее было в одном глазу 36, в другом 24. А человек абсолютно ничего не беспокоило, абсолютно никаких жалоб, никаких претензий. Слава Богу, она попала к грамотному доктору, доктор дала ей капли, избила это давление и сразу же направила к нам. Ну так получилось, это по соседству у нас произошло, в соседней оптике. Но почему я это все сегодня рассказываю? Чтобы еще раз подчеркнуть, что вот видите, давление у человека 34, и человека ничего не беспокоит. При этом она сказала, да, я была там, вот мне пролечили в одном месте, но мне сказали прийти, но я почему-то... Не пришла? Да, да. Вот. Поэтому, если вам где-то в каком-то месте уже сказали, даже если никто не говорил, все равно проверяться надо периодически, потому что, к сожалению, такая болезнь, как глоукома, не болит. Вот так, дорогие друзья, напомню, телефон офиса 718-645-2201, 718-645-2201. Буквально через три минуты мы начнем принимать ваши звонки в студию. Если у вас есть вопросы по поводу вашего зрения, по поводу ощущения, которые вы испытываете, может быть, положительные, может быть, негативные какие-то ощущения, вопросы предстоящих каких-то возможных процедур, вы можете позвонить сейчас к нам прямо в студию и задать свой вопрос. Появились первые звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу работу. И вот маленький двойной вопрос. Маленький, но двойной. Не маленький, но двойной. Встречается так называемая глазная мигрень, когда нарушаются зрения и блестки перед глазами. Я понимаю, да. Может ли помогать при ней очень популярный и очень хороший препарат Люниган? Это первый вопрос. А второй вопрос, он очень давний, с международной конференции о шелкосериле и лактоведине. Там говорилось о том, что при вирусных поражениях глаз, вот о тех вирусах, о которых вы сказали, иногда помогает глазное желе шелкосерила, которое вообще в Нью-Йорке имеется. И это очень давнее сообщение было более 20 лет назад. Каковы сейчас ориентиры об этом? Спасибо за вашу работу и за ваше выступление по радио. Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы. Значит, сразу на первый вопрос отвечаю. Люмиган – это антиглокоматозный препарат, который снижает внутриглазное давление. На мигрень глазной он никаким образом не действует. Если глазная мигрень случается не очень часто с человеком, то, в принципе, никакое лечение не показано. Тут просто можно следить, что провоцирует мигрень избегать употребления, скажем, каких-то продуктов или каких-то ситуаций избегать. Что касается второй части вопроса по поводу лечения вирусных герпетических кератитов, то, слава богу, сейчас есть именно антивирусные препараты, которые работают именно против тех вирусов, которые вызывают эти заболевания. Я не буду кривить душу, я не знакома с тем препаратом, о котором вы говорили. Я могу посмотреть, сделать определенный ресурс на эту тему. Но, понимаете, чем, опять же, без лишней скромности, у меня два образования медицинских – советское и американское. И чем отличается американское медицинское образование? Тем, что тут до такой степени все просто разложено по полочкам в тех местах, где это можно разложить. В том плане, что вот такое вот заболевание, вот такое лечение – это не эмпирическое лечение, а то, которое было опробовано и подтверждено определенными исследованиями, эффективность этого лечения была подтверждена определенными исследованиями. Поэтому есть определенные рекомендации. Рекомендаций по использованию этого препарата я не слышала, поэтому я с ним и не знакома. Но если вы мне напишите его название на веб-сайте, я сделаю ресурс, и в следующей передаче мы можем к этому вернуться. Спасибо. Следующий звонок. Здравствуйте. Добрый день. Можно вопрос доктору? Пожалуйста. Нужно. Будьте добры. Заметил, что роговица на одном глазу стала менять свой цвет. То есть глаза сейчас стали разные. Что бы это значило? Подождите. Роговица или радужка? Ну, радужная оболочка, да. Это большая разница. Мне бы хотелось вас посмотреть. Я объясню, почему. Есть определенный вид глоукомы, когда существует разница в цвете роговиц. Это во-первых. Во-вторых, вам вопрос встречный. Вы никакими каплями глазными не пользуетесь? Нет. Окей. Тогда я бы хотела вас посмотреть, проверить. Если вы не выражаете. И вас встретимся. Спасибо. 718-645-2201. 718-645-2201. Следующий звонок. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Могут ли животные влиять на зрение? Животные? Да. Ну, вопрос, конечно, интересный. Конечно, могут. Если, не дай бог, ваша кошечка вам поцарапает глаз, то это очень сильно повлияет на ваше зрение, так как может остаться рубец на роговице, и она помутнеет. Нет, конечно же, прямого влияния животные на наше зрение не оказывают. Они нас радуют, дают нам положительные эмоции. Хотя, если у человека аллергия на, допустим, кошачью шерсть, могут слезиться глаза, появляться покраснения и прочее. Таки да, Миша. Упустила. Упустила. Вот так вот оказывается. Хорошо. Пошли дальше. Вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить насчет катаракты. Есть у кого-то катаракты, скажем. И операцию нужно... Как быстро нужно делать операцию? Можно ждать? Сколько можно ждать? Значит, с катарактами, с операциями по поводу катаракты все обстоит очень-очень просто. Если человека снижение зрения не беспокоит, то оперировать не обязательно. Катаракты – это не болезнь, это физиологические изменения в организме. Физиологические, значит, нормальные, которые происходят чаще всего с возрастом. Да. Вот у моего родственника, у него просто помутнело, он уже не видит ничего. Если он уже ничего не видит, то, по-моему, риск операции оправдан, и стоит оперироваться. Если причина снижения зрения заключается в катаракте, то, конечно, в такой ситуации оперировать следует. Ну, он обследовался, мы сказали катаракты, что можно... Ну, значит, надо оперировать. Он хочет подождать, подождать, по-моему, уход. Это его право. Это его право... Это не вредно, сказать? ...ждать в зависимости, я так не могу сказать. В зависимости от стадии, если катаракта не перезрела, то нет вреда. Спасибо большое. Спасибо и вам за вопрос. Следующий звонок, пожалуйста, вам слово. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, доктор, если у моего друга глаз один сильно-сильно покраснел, и века опустилась вниз, а верхняя века вообще не поднимается, вы можете помочь при этом? Ну, это надо посмотреть, что с вашим другом происходит, я так не могу сказать. Но вы в субботу принимаете? С большим трудом, да. Какая-то суббота будет в декабре. Мы принимаем обычно зимой по субботам, одна суббота в месяц. Какая-то суббота в декабре будет, я не уверена, то ли это будет 15 число, то ли после 15 числа. По одной простой причине, что мы должны уже в конце концов переехать, и я не знаю точно, когда мы будем переезжать, поэтому я точно не могу сказать, какая суббота. Но вы можете позвонить в офис, сделать appointment, и если мы будем менять, то вам сообщат. Хорошо, спасибо. Но телефон останется прежним, правильно? Я надеюсь, да. Телефон, еще раз напомню, 718-645-2201-645-2201. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Пожалуйста. А доктор, скажите, пожалуйста, вот у меня рецидивирующий герпес был, и в то же время глоукома. А врач сказал, что катаракта. Не опасно ли сделать катаракту, не отразиться? Сейчас все спокойно. Конечно же, любое вмешательство может спровоцировать обострение. В зависимости от того, если вам врач сказал, что у вас катаракта, если вас снижение зрения не беспокоит, то можно... Ну, беспокоит, конечно. Тут вам надо принять само это решение, делать или не делать эту операцию, так как да, любое вмешательство может спровоцировать обострение герпеса, безусловно. Но в то же время это не обязательно, что это случится обязательно, я не могла бы так сказать. Может, а может и нет. Скажите, а противогерпес, вот таблетки, это надо постоянно пить или можно делать какие-то перерывы? Дело в том, что я не могу давать таких рекомендаций по радио, я не знаю ваших обстоятельств. И говорить, что вы можете прекращать или продолжать лечение какими-либо лекарствами, было бы с моей стороны неправильно. Этот вопрос лучше вам задать доктору, у которого вы лечитесь. Спасибо. Хорошо. Спасибо и вам за звонок. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, меня зовут Саша. Скажите, пожалуйста, какие лет катаракты бывают у людей? Спасибо. Бывают даже врожденные катаракты у людей. Бывают катаракты в разных возрасте. Чаще всего это катаракты физиологические изменения, которые возникают с возрастом, но бывают катаракты врожденные, бывают катаракты, которые развиваются после травмы какой-либо, то есть это может быть в любом возрасте. Бывает катаракты у людей с высокой степенью близорукости в более молодом возрасте. Это бывает все по-разному. Но чаще всего, конечно, у пожилых. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могут ли средства, разжижающие кровь, приводить к разрыву сосудов на сфербазе? Внутри глаза тоже. Любой, когда человек принимает разжижающий кровь препарат, он обязательно должен находиться под наблюдением у терапевта. Так как, да, повышен риск, в зависимости от препарата, их там большое количество, вот с одним препаратом больше, с другим меньше, риск того, что могут возникать кровоизлияния, присутствует. Если они могут возникать под кожей, также они могут возникать под конъюнктивой, также они могут возникать внутри глаза. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, вот последнее время у меня, после того, как я долго в очках что-то делаю, ремонтирую или на компьютере долго поработаю, у меня в левом глазу туман появляется. К утру, когда ложусь спать, потом утром это все пропадает. Скорее всего у вас сухая поверхность глаза, чем больше вы читаете, когда человек читает, он концентрируется на зрительной работе и не моргает так часто, как глазу необходимо, чтобы распространять по поверхности глаза слезу. И поэтому зрение становится мутноватым, и когда вы отдохнете, все восстанавливается. Скорее всего... Да, только с одним глазом. Ну, это то, что я вам могу сказать по радио. Я не знаю, почему один глаз. Может быть, вы этим глазом ближе сидите к отопительному прибору. Может, я не знаю, может быть, у вас века чуть ниже опущена на одном глазу. Это сложно сказать по радио, почему один глаз больше поражается. Ясно. Спасибо. Не очень страшно. Спасибо большое. Спасибо и вам за вопрос. Телефон 718-645-2201. Вам слово. Алло, алло. Радиоприемник, потише, пожалуйста. Алло. Да. Скажите, вот... Пожалуйста, радиоприемник, выключите. Выключил. Вот я... Алло. Говорите. Я хотел спросить. У меня была катаракта, и я ходил к ЙОФу в институт в Глазной. Там мне сделали лазик с лазиком. Нормально сейчас, хорошо, но мне почему-то сказали, что у меня есть эксфолиэйшн. Но я не знаю, что... Ваш вопрос какой? Что такое эксфолиэйшн? Эксфолиэйшн, что? Это значит, что у меня будет глюкома? Понятно вопрос. Значит, сказали вам, что у вас есть эксфолиативный материал, наверное, потому что он у вас есть. Вот. Он является фактором риска на развитие глоукомы. Это не обязательно, что она у вас должна быть 100%, но то, что вам надо 100% наблюдаться, чтобы вовремя заметить, если она у вас начнет развиваться и вовремя начать лечение. Это однозначно. Напомню, дорогие друзья, что вы сегодня беседуете, и я тоже с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Ирина возглавляет суд глоукомы в Нью-Йорке. Телефон 718-645-2201. При этом есть еще адрес в интернете www.nygloukoma.com. Вы можете задавать свои вопросы через интернет, оставлять на сайте и первыми получать ответы в эфире Дэвидзен Радио. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Скажите, как объяснить такой факт, что зрение, скажем, минус 3, вдруг с годами начинается, что вдаль видишь лучше без очков, чем в очках. И вот сделал более слабые очки, потом опять вдаль видишь в очках хуже, чем без очков. Сейчас вообще без очков вдаль вижу и ввожу машину. Понимаете, это очень такой вопрос. Дело в том, что что происходит, если бы вы мне сказали, что вы читаете без очков, а вдаль вам все равно нужны очки, это мне было бы понятно. Нет, для чтения тоже нужны очки. Тут мне не совсем понятно, что с вами происходит, поэтому я не смогу вам ответить вот так вот. Ну, то есть понятно, я сказал, да? Вы сказали понятно. То, что вы мне сказали, я поняла то, что вы мне сказали, но я не совсем понимаю, что с вами происходит. Обычно, значит, я объясню немножко шире. Обычно те люди, у которых есть близорукость, скажем, минус 3, когда мы становимся старше, после 40 лет, у нас у всех начинает развиваться пресс-биопия. Это страшно большое слово, но на самом деле оно определяет тот факт, что нам становятся нужны очки для чтения. Это происходит из-за того, что хрусталик становится более жестким и менее подвижным и с трудом меняет свою кривизну, поэтому не может преломлять свет по-разному. И для того, чтобы изображение попадало на сетчатку от объекта, расположенного вблизи, нам нужны очки, которые будут помогать это делать. Причем это очки плюсовые, поэтому очень часто люди путают и называют этот процесс дальнозоркостью. Нет, дальнозоркость – это когда нужны плюсовые очки и для далее, и для близи. А пресс-биопия только тогда, когда нужны плюсовые очки для близи. Так вот, возвращаясь к близорукости, когда у вас изначально минус 3 для далее, и наступает время, когда нужны плюсовые очки вблизи, то, конечно, минус на плюс получается ноли, и это те люди, которые могут обходиться без очков для чтения. Очень часто люди говорят, а вот у меня бабушка там до 90 лет дожила и нитку в иголку вдевала без очков. Правильно, значит, эта бабушка по молодости была близорукой, а вот с возрастом у нее развилась плюс-биопия, и она стала хорошо видеть вблизи. Когда человек говорит, что он стал видеть, у него было минус 3, и вдруг он стал видеть без очков вдаль, почему это произошло, я затрудняюсь ответить. То есть, скажем, если у человека были плюсовые очки вдаль тоже, и стало, тут мне легче объяснить, поэтому мне надо было посмотреть, что с вами на самом деле происходит, я не могу так вот ответить на вашу вопрос. А, ну, может быть, были и плюсовые, я точно не уверен. А, это уже другой разговор. Да, я знаю, что вблизи очки. Это уже другой разговор, поэтому, понимаете, это более специфичный вопрос, чем те вопросы, на которые мы можем отвечать на радио. Ну, в общем, стоит обратиться. Стоит прийти, конечно. 718-645-2201, 718-645-2201. Вопросов больше, чем у нас времени в эфире. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос к врачу. Радиоприемник. Выключить. Выключил уже. Пожалуйста. У меня, когда начинаются с умерки, в одном глазу все время малиновый или красный фон идет. Тут надо посмотреть, я так не могу вам ответить на вопрос. Это надо. Надо прийти, заглянуть в глаз, да? Да. Малиновый, красный, это как глазное одно может отражаться. Малиновый звон. Малиновый звон. А мне малиновый пиджак. Здравствуйте, вам слово. Добрый день. Добрый. Доктор, простите, у меня такой вопрос к вам. Может ли разбиться глоукома травматическая? Может. Может. В районе третьего глаза сильный удар был. В районе третьего. Дело в том, что в зависимости от того, какая была травма, если был удар в районе третьего глаза, я очень сомневаюсь. Понимаете, очень сложно на такой вопрос отвечать по радио. Это надо посмотреть, что произошло с самим, с двумя глазами, не с третьим глазом, но с двумя глазами. Потому что иногда происходят определенные изменения внутри глаза после травмы, и в результате этих изменений возникает глоукома. Иногда глоукома возникает как результат посттравматического воспаления внутри глазного, понимаете? Это тоже посттравматическая глоукома. Поэтому, если бы вы мне сказали, что удар был непосредственно в глаз, то... Нет, 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 именно вот такой удар был. Я сомневаюсь, что это было от этого удара, но могли быть с течением обстоятельств в одной... В общем, если хотите, чтобы я посмотрела, пожалуйста, приходите. Спасибо. Прием осуществляется, собственно, как везде. Позвонили по телефону 718-645-2201, записались на прием. Ваш телефон остался на фронт-эск, вам перезвонят, значит, время напомнят, когда надо прийти. Вы приходите практически без очереди, поскольку у всех есть свое время. Ну, бывает, по-всякому бывает, по-всякому бывает, да. Мне везло, все разы, когда мне звонили, напоминали, что пришлось раз в полгода мое время, я приходил, и все, в общем, было нормально. Просто мы стараемся, чтобы, да, действительно, нас люди ждали как можно меньше, и у нас идет постоянная война с нашим фронт-эском сейчас, потому что не все наши пожелания исполняются. Ну, по возможности, да? Да, но мы очень стараемся, да. Да, спасибо. Еще один звонок мы успеем принять. Здравствуйте, вам слово. Алло? Да, пожалуйста. Я могу говорить? Уже. А скажите, пожалуйста, в каких единицах измеряется глазное давление? В единицах ртутного столба. А, ртутного столба, потому что я спрашиваю врачей, они как-то смотрят на меня отвлеченно. А я им подсказываю, наверное, в единицах ртутного столба, они смотрят на меня, что ты уже пожилой, так что не морочи уже голову. Спасибо. Кем вы были по профессии? А я? Инженер? Инженер-строитель. Ну, я так и знала. Я очень люблю людей с пациентом вашей специальности. Что вы говорите? Ой, как меня тепло стало в другие. Еще из Украины. Да, еще из Украины. Чу, из Харькова. Не-не-не, под Киевом, Черкасса есть городишко. Да, вот тоже. Откажите, пожалуйста, доктор, вот вы, многие доктора учились в Советском Союзе, большинство. Я тоже. Так, вот тут много приборов. Так нельзя же слепо доверяться приборам, а надо как-то интуиции чувствовать, опыт. Спасибо вам за вопрос. Отличный вопрос. В завершении нашей передачи я постараюсь очень быстренько на него ответить. У меня два образования, как я сегодня уже говорила, одно советское, другое американское. И, безусловно, ни одна аппаратура не может заменить мышление, клиническое мышление доктора. Аппаратура – это вспомогательные инструменты, которые помогают нам правильно ставить диагнозы и лечить людей. Но ни в коем случае не замещают человеческие мозги. Да, то есть доктор должен иметь мозги. Друзья, все ли не продолжают? Не бывает докторов без мозгов, чтобы выучиться, нужны мозги. Напомню вам номер телефона 718-645-2201. Также адрес в интернете nyglaucoma.com. Вы можете зайти на адрес интернетовский. Вы можете зайти в офис, позвонив предварительно по телефону. С нами в студии была доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Мы встретимся, как всегда, через две недели. Через неделю, то есть через один четверг. Тем более, что вы знаете, что я ухожу в отпуск, меня на следующей неделе не будет. Но мои программы будут идти в эфире. Поэтому специально для вас, друзья, записал, подготовился. Слушайте, не пропустите. Четверг, пятницу, следующего будет для вас много радости. Спасибо, доктор. Спасибо. Встретимся в эфире, как и договаривались. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха, Миша. Спасибо. Спасибо.